В эфире Янаульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! В минувшие выходные в северной части Янаула произошел пожар. Возгорание в частном секторе началось ранним утром субботы, пока все домочадцы спали. Подробности далее в сюжете. Небольшой деревянный дом на улице Чкалова вспыхнул буквально за несколько минут. По словам хозяина дома, все случилось так неожиданно, что они не сразу поняли, что в доме пожар. Услышав шум и скрежет на веранде, мужчина инстинктивно открыл дверь в дом. Однако приток свежего воздуха увеличил площадь возгорания. Единственным путем отступления стало окно. Сегодня, 25 апреля, 851 минуту по системе 112 поступило сообщение о том, что горит жилой дом по улице Чкалова, 37, в городе Янауле. По прибытию к месту вызова подразделение обнаружило, что горит жилой дом. В тушении приняли участие дежурный караул в составе трех автосистерн. Жертв и пострадавших нет. Одними из первых на место происшествия приехали старшая дочь Эльвиры и ее муж. Весть о том, что горит родительский дом, ей сообщила родственница, живущая по соседству. На этот момент дом был полностью охвачен огнем. Я, получается, быстро собралась с мужем и поехала. Родители, говорят, найти не можем. Родители, говорят, дома нету. Их обнаружили в ванне. Они все как бы раздеты, только проснулись. Все сгорело, нет ничего, ни документов. Документы, слава богу, сказали, восстановят, помогут. Администрация сказала. Ну, самое главное, живы-здоровы. Семья Газиевых многодетная. Младшая дочь Камила учится в 4-м классе школы имени Радика Гореева. Смелая девочка выбила окно и помогла родителям спастись. В огне пострадали все личные вещи и документы. Сейчас семья остановилась у старшей дочери. Помочь семье Газиевых может каждый желающий. Реквизиты можно найти в нашей группе ВКонтакте. 24 апреля под руководством первого заместителя премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова состоялась командно-штабная тренировка в режиме видеоселекторной связи на тему действия органов управления территориального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении случаев заражения граждан, находящихся в социально значимых объектах коронавирусной инфекцией. По легенде, с железнодорожным транспортом из Москвы в Янаул прибыл сотрудник психоневрологического интерната. У него выявили двухстороннюю вирусную пневмонию. В ходе тренировки было организовано усиление противоэпидемиологических мер на железнодорожном вокзале. Выявлены контактные лица, организован отбор анализов, изоляция пациентов и сотрудников интерната. Глава Башкортостана Ради Хабиров провел еженедельное оперативное совещание 27 апреля в Доме Республики. По словам министра здравоохранения Республики Башкортостан Максима Забелина, в Башкортостане подтвержден 631 случай заражения коронавирусом. 80 человек выздоровели. Ради Хабиров поставил задачу выйти на 5000 исследований в день, а также регулярно проводить в медучреждениях учебно-тренировочные учения по отработке действий в случае выявления пациента с COVID-19. Школьники Республики продолжают учиться в дистанционном режиме. Преподаватели провели более 54 тысяч онлайн-уроков, которыми удалось охватить 398 тысяч детей, это 83% учащихся. Также на совещаниях в правительстве Башкортостана обсудили промежуточные результаты реализации первого пакета мер поддержки экономики и ход посевной. К весенним полевым работам приступили все районы Республики. Уже засеяно более 20 тысяч гектаров, подготовлено свыше 55 тысяч тонн минеральных удобрений и порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива. Завершилось заседание разговором на тему строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования. Общий объем средств в 2020 году с учетом увеличения территориального заказа составит без малого 23 миллиарда рублей. Деньги пойдут на ямочный ремонт, нанесение разметки, установку барьерного ограждения, светофорных объектов, знаков системы освещения. 25 апреля Янаульский район принял участие в республиканской экологической акции «Зеленая Башкирия» под девизом «Посади дерево, подари жизнь». Сотни активных жителей района, вооружившись инструментами, вышли на посадку молодых саженцев. Так, с легкой руки янаульцев сотни молодых березок, яблонь, рябин и сосен обрели новый дом. Одной из самых больших площадок посадки молодых саженцев в нашем районе стала территория нового жилого комплекса «Италмаз» села Шудек. Субботним утром здесь высадился десант специалистов администрации Янаульского района. Свой вклад в общее благое дело внес и глава администрации района Ильшат Вазикатов. Работа шла дружно и слаженно. Буквально через час на поляне выстроился ряд хвойных красавиц. Микрорайонный «Италмаз» строится в рамках федеральной программы развития сельских территорий. И надеюсь, что здесь будет красиво в ближайшие годы. Конечно же, есть еще разбивка аллей и в городе, соблюдая социальную дистанцию. Сегодня, несмотря на сложности, призыв был выйти. И, надеюсь, мы хорошо отработаем. И самое главное, наши деревья, которые мы сегодня посадили, приживутся. Будут служить людям, отдавая кислород, украшая наши улицы. Акция вообще отличная. Хотя, я бы сказал, что в Янаульском районе мы просто не называли акцию так. А посадку деревьев весна, осень массово производили. Параллельно к посадке деревьев приступили активисты села. Народ здесь живет трудолюбивый, звать и уговаривать никого не пришлось. Участие в акции принимали целыми семьями. Здесь участвуют жители микрорайона «Италмаз». Инициативные люди, которые изъявили желание посадить дерево, деревья. И актив села Шудек, депутаты и работники бюджетных организаций, которым разрешено осуществлять деятельность. Основные сорта деревьев у нас идут сосны, ели, рябина, яблони и черемуха. Всего останется порядка более двухсот. Конечно, новая аллея будет радовать всех жителей Шудека, но в особенности тех, кто живет в домах по соседству. Два года назад в новый дом переехали Елена и Виктор Файзулины. Живем здесь, близко к Янаулу. Работаем мы в Янауле, но рады каждый день возвращаться в свою родную деревню. Всей семьей сегодня вышли посадить дерево, присоединиться к акции. Мы хотим, чтобы перед нашим домом росли красивые деревья. И рады, что все сельчане сегодня вышли. Тем временем работа кипела во всех сельских поселениях. Горожане также не сидели без дела. Небольшая хвойная аллея совсем скоро станет украшением берега реки Янаулки. Весь депутатский корпус района участвует в акции. Республиканская акция «Зеленая Башкирия». Мы присоединяемся к этому мероприятию уже второй год подряд. Сегодня депутатский корпус высаживает на везде в город Янаул небольшую аллею, так называемую. Ну, там у нас около 28 саженцев будет. Ну, в принципе, всех поздравляю с этим праздником. Не унывайте, мы все переживем. Вирус мы победим, все будет у нас хорошо. На славу потрудились в выходной день и медицинские работники. Так, вблизи взрослой поликлиники появилась рябиновая аллея. Новый дом обрели и эти елочки. Коллектив Янаульской центральной районной больницы присоединяется к акции «Зеленая Башкирия». У нас завезены саженцы, рябины и елки. Елки мы сажаем 30 штук и посадили 20 рябин. Работники организации и предприятий города вышли на посадку саженцев на улицу объездную. Всего участие в акции «Зеленая Башкирия» приняли 549 человек. Было высажено 1534 саженца. Присоединиться к акции в этот день мог любой желающий, как, к примеру, и сделала наша коллега. Теперь на улице Пушкина стало на две елочки больше. В рамках федерального проекта «Мы вместе» Общероссийского народного фронта в пятницу 24 апреля в наш город прибыла машина с гуманитарной помощью для малоимущих пожилых граждан старше 65 лет. Примечательно и то, что этот набор сформирован исключительно из продуктов, производимых в нашей республике. Это различные крупы, макаронные изделия, растительное масло, чай, сладости. Силами активистов Янаульского волонтерского штаба буквально за полчаса автомобиль был разгружен. Параллельно в фойе Дворца Малоежи шла расфасовка продуктов и формирование наборов. Участие в акции принимают более ста неравнодушных янаульцев. В этот же день первые наборы отправились в дома нуждающихся пенсионеров. Следующая партия была сформирована уже к субботнему утру. Эти наборы забирали главы сельских поселений. С 16 апреля в нашей республике малоимущим пожилым гражданам старше 65 лет начали выдавать бесплатные продуктовые наборы. Помощь осуществляется благодаря Общероссийскому народному фронту в рамках акции «Мы вместе». Вот эта помощь как раз и прибыла в наш район. Стоимость продуктового набора составляет 500 рублей. Силами волонтеров мы в кратчайшие сроки будем доставлять благополучателям. А уже в понедельник 27 апреля в рамках республиканского благотворительного проекта «Продукты Башкортостана с заботой о вас» в наш район прибыла гуманитарная помощь. Продуктовые наборы предназначены для малоимущих семей и многодетных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка. Таких семей в нашем районе 772. Помимо этого подготовили 116 наборов для остро нуждающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Каждый продуктовый набор включает сгущенное молоко, подсолнечное масло, молоко и крупы. Волонтеры принимали и распределяли полученные товары, стараясь в кратчайшие сроки доставить их до адресатов. По инициативе нашего главы республики Раде Фаритовича, секретаря регионального отделения политической партии «Единая Россия», услышали призыв в наши большие предприятия республики, вложили свои финансовые средства. И вот за счет этих денег приобретены продуктовые наборы для нуждающихся наших граждан в помощи. Именно в материальной помощи, в продуктовой помощи. Здесь очень важно, что откликнулись все наши социальные работники, которых мы пригласили поработать в качестве волонтеров. Конечно же, главы сельских поселений и все служебные машины администрации района, городского поселения, сельсовета, все они задействованы. В том числе моя служебная машина тоже увезла продукты, и они людям доставят самую нужную помощь. Не скрою, скажу, что количество наборов, оно чуть меньше, чем людей по списку. И здесь уже подход такой, что люди нуждающиеся должны получить. Кто-то, получая доход ниже прожиточного минимума, имеет детей, которые могут помочь своим родителям, родственников, которые помогают и безбедно живут при этом. Вот такие категории. Мы не ставим цель доводить до каждого. И здесь реально ситуация такова, что в какой-то мере кто получает эту помощь, ну, реально нуждающимся должен быть. Были у нас времена, когда что-то если дают, лишь бы получить, да, вот я всегда сравниваю этот показатель, когда за субсидией на ЖКХ стоит гражданка в норковой шубе, в норковой шапке, приехавшая на самой крутой машине, но тысячерублевую субсидию оформляет и говорит, при этом доходов нет. Вот такого здесь не должно быть. Призываю всех иноульцев соблюдать режим самоизоляции. Это нужно прежде всего нам самим всем. И самое главное, это нужно нашим близким. Близким, людям, которые старше возраста, 65 лет и старше, людям, которые подвержены и риск заболевания вирусной инфекцией наивысший. Поэтому давайте сидеть дома, справляться о здоровье наших пожилых граждан по телефону, при необходимости доставлять им продукты, но бесконтактным путем передавать. Международный диктант по башкирскому языку 2020 прошел в нашем районе 25 апреля. Впервые он прошел в онлайн-формате. В условиях самоизоляции проверить свои знания, не выходя из дома, мог каждый желающий. Помимо социальных сетей, видеотрансляция чтения диктором шла и на телеканале БСТ. В 11 часов свои знания смогли проверить участники, владеющие начальным уровнем башкирского языка. С 11.30 – те, кто отлично владеет родным языком, в 12 – пишущие на северо-западном диалекте башкирского языка. Из нашего района приняли участие учащиеся, учителя, родители. Приняли очень активное участие, можно сказать. В общем итоге регистрацию прошли 945 человек. Из них 828 человек – это учащиеся, учителя и родители. Тематика диктанта была посвящена победе в Великой Отечественной войне. Диктанты были несложные, поэтому я думаю, что выбрав все варианты, можно было написать этот диктант. Участников довольно-таки было много с нашего района. Огромное всем спасибо, что приняли участие. То, что он проходил в онлайн-формате, никак не помешало на количество участников диктанта. Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» прошла в Центральной районе библиотеки 25 апреля. В условиях действующего режима самоизоляции она транслировалась в режиме онлайн. Так маленькие читатели смогли побывать на библиосумерках, а взрослые и на улице посетить «Библионочь», не выходя из дома. В этом году темами «Библионочи» стали 75-е годовщина победы в Великой Отечественной войне, 125-летие со дня рождения Сергея Есенина, год башкирского языка и 90-летие нашего района. Работники библиотеки постарались сделать «Библионочь» интересной и информативной. Программа включала исполнение музыкальных номеров, конкурс чтецов, виртуальную экскурсию и чтение рассказов Антона Чехова. Мы работаем во всех социальных сетях, это Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм. Сегодня на данное мероприятие, акцию «Библионочь» мы снимаем напрямую трансляцию. У нас очень много подписчиков, мы с ними всегда в ВКонтакте, всегда общаемся. Но наши читатели очень скучают по нам, хотят вживую сами прийти, полистать книги, сами хотят выбрать книги, унести домой, почитать. Мы тоже очень скучаем по своим читателям. Наши волонтеры по заявке наших читателей разводят книги по домам нашим читателям. И в сельской местности волонтеры работают, и также в городе волонтеры доставляют книги на дом. В ВКонтакте можно оставить заявку, мы, естественно, прочитаем, посмотрим, выберем книги и доставим домой. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Берегите себя, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Погода с прояснением местами коротковременные дожди, ночью грозы. Ветер юго-западный, западный 8-13 метров в секунду. Днем местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 8, плюс 13 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok День Победы 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 КОНЕЦ 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 КОНЕЦ